привет всем поклонникам моего творчества на моем канале александра кварты снова хочу совершить заезд в полтаву на своей электричке kia sol f и сегодня будет у нас концерт концерт благотворительный в поддержку нины кирсо легенды группы фристайл хочется пожелать ей здоровья встретиться с многими артистами которые точно также и желают здоровья чтобы она скорее вышла из комы и снова могла петь на этой сцене сто процентов заряд на аккумуляторе 17 градусов по цельсию температура воздуха 157 километров запас хода в общем поехали моя музыкальная машинка kia sol говорят дождик в дорогу это хороший знак в нашем случае это немножко не так потому что приходится включать дворники от дворники сильно расходует батарею но мы не будем спешить и в умеренном темпе потихонечку будем ехать я думаю нам хватит батареи в прошлый раз я ездил этого было достаточно поэтому в этот раз я уверен на 90 процентов что будет точно также у нас за бортом 15 градусов немножко спала температура но тем не менее 98 процентов батареи у нас еще есть едем дальше городском режиме очень помогает режим рекуперации все время им пользуюсь потому что он очень хорошо экономит батарею то есть если где-то в пределах 20 километров я могу потратить там 4-6 процентов батареи это очень неплохо неплохой результат еще что интересно что при режиме рекуперации чаще всего пользуешься просто педалью газа без тормоза ну понятно что тормозом пользуешься но вот рассчитываешь так расстояние до светофора или там до ближайшей остановочки какой-то что отпускаешь заблаговременно педаль газа и идет естественное торможение за счет рекуперации и тем самым подзаряжаешь свою батарею привыкать можно привыкать нужно немножко отличается от обычной машины не электрической но тем не менее привыкаешь быстро и все это потом очень удобно пользоваться удачи всем водителям на дорогах берегите себя и хороших вам поездок мы выезжаем из харькова у нас 93 процента заряда батареи осталось это около 30 километров от моего дома за 30 километров 93 процента 7 процентов мы потратили на 30 километров сейчас запас хода он рисует мне 150 километров движемся со скоростью не больше 60 километров в час сейчас данный момент 56 потому что мы едем по населенному пункту вообще я скажу так что электричка очень очень обязывает правилам дорожного движения это ее большой плюс ты знаешь что по-другому ты не доедешь если нужно ехать далеко поэтому в целях экономии едешь очень с умеренной скоростью и соблюдаешь правила это большой плюс если все в скором времени перейдут на электричке я уверен будет намного легче движение по дорогам итак мы въехали в валки у нас 74 процента батареи показывает машинка 116 километров запаса хода сейчас 1655 без 5 5 у нас а выехали мы в половину четвертого из дому в общем 60 приблизительно 60 67 максимум 70 километров в час я двигался в сторону болтавы не превышая даже 80 километров потому что опасно прошлый заезд мой я держался четко 60 там 63 64 максимум сейчас даже 67 70 было вот так как надо спешить половине седьмого максимально я должен быть во дворце листопад в полтаве сейчас уже без 45 в общем надо поспешить пока мы движемся в эко режиме без перегруза батареи можно ехать очень долго и экономя я сбрасываю скорость просто отжимаю ногу с педали скорость и появляются вот такие бирюзовенькие полосочки это значит наша машинка заряжается в режиме рекуперации при торможении еще очень удобный режим использование круиз-контроля которым я пользуюсь постоянно очень удобно нажимаешь круиз а потом кнопку set это все на руле можно просто пользоваться рулем с кнопками и потом убираешь ногу с педали и едешь себе в режиме круиз-контроль отлично мы подъезжаем к полтавской области заканчивается харьковская область вот у меня 60 процентов батареи четко вот она харьковская область мы подъезжаем чутова на 60 процентах батареи 93 километра запаса хода в общем движемся в режиме 60 плюс километров в час плюс минус там так чутова проехали до места пребывания а конкретно до дворца листопад в полтаве пишет 50 километров у меня 57 процентов батареи 88 километров запаса хода в общем так пока проехали чутова три процента батарейки уже потеряли но тем не менее важно что еще я включил фары на дороге фары берут понемножку и температура что тоже немаловажно по-прежнему так 16 17 градусов если бы больше скажем так я не так бы переживал сейчас уже немножко переживаю потому что все не так жарко и батареечка расходуется а как только темнеет фары тоже свое берут немного но берут мы въезжаем в полтаву до места прибытия мне еще где-то шесть с половиной километров 38 процентов заряда батареи на въезде в полтаву вот 63 километра запас хода он мне показывает ну вы же понимаете что это все относительно слава богу я знаю что я уже точно доеду до места и я смогу выступить и прям не тютелька в тютельку но очень близко к тому времени на который я рассчитывал сейчас 18 20 через 10 минут я должен быть в листопаде буду или не буду но плюс-минус там две-три минуты но в принципе в принципе мы нормально нормально приходим на место и успею зарядить фонограмм очки и выступить по полной программе в поддержку дина кирсо ну вот поздравляем в полтаве палатка зверь для листопад 34 процента заряда батареи слава богу мы доехали теперь мы можем выступить на концерте в полтаве ура это видео это видос это я фанат юности я люблю машину я реально люблю свою машину благодаря этой песне гурт таблораса я обожаю вас ребята я стоял и там прыгал за плитами это Игорь Лахин вы должны вам все знать это Игорь Лахин динамер переходите друг друга график господи динамер очень хорошо город 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 ну что вы тут скажете что вы тут делаете что вы тут делаете можно микрофон не подовереть хорошо 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 пет categ責 крутые партий которые уже не упорили не в Украину а весь весь мир кажут потому что они подают микрофон. Просто после квартиры тяжело скрывать, но... Ты знаешь, мне после квартиры тоже тяжело скрывать. После квартиры можно в последний статер, потому что в Лондоне... Наши новости квартиры не может не потягивать. К нам спускается Виктор Романченко. Привет, Санек. Привет, Витя. Сколько лет, сколько зим после X-Factor? И что у тебя новенькое? Ну, новенького почти ничего на что-то есть. Сколько лет после X-Factor? Восемь. Семь или восемь. Летит времечко. Восемь лет. Восемь лет. Хорошо, песни новые. Есть. Клипы новые. Девушки новые. Здравствуйте. Здравствуйте. Пётр Чёрный. Чёрное золото. Балдеть. Есть новая песня. Есть новый клип. Твой, который вышел совсем давно, буквально три месяца назад. Если интересно, посмотрите об этом. Интересно. Посмотрите обязательно. Виктор Романченко. Новый клип. А как называется? Неординарный. Дикий зверь. Дикий зверь. Дикий. Абсолютно дикий и зверь. Все зверь. Все зверь. Все туда смотреть и проверить, насколько он дикий и насколько зверь. Да, да, да. Бывает. Там, в общем, нет. Дети новые. Нет, дети новых пока нет. Жёны новые. У меня жён новых пока нет. Ничего нет. Порядочные. Очень порядочные. Ну, местами порядочные. Такой парень. Золотая серединка. Вот это вот это правильно. Безусно рад видеть этого человека, на самом деле. И следите за его творчеством, ребята. Спасибо. Очень талантливый. Давай я с твоим Квартовым ввал. Подожди, Квартова, она жёсткая звучит мимо. Жёсткая. По-грузински, по-грузински надо. А я… Здесь не пошла! Слышишь, вы однозначно для меня фавориты Евровидения, я вам скажу честно, без лишней лести. Как раз тема актуальна, потому что Евровидение сейчас идет уже, да, сейчас вот начинается. Понимаете, вот как с тех пор, как вы там, мы туда не поехали, да, я не смотрю, я не смотрю, да. Поэтому, девчонки, вы молодцы, вы крутейшие. Спасибо, да. Это не потому, что я вас дам, как и друг, а потому, что вы крутые. Я считаю, что в Полтавии не меньше евреев, чем в Израиле. А почему мы так перескочили на эту тему? А потому, что Евровидение, вы знали? А, вот она связь. Воснуться любимым тобой, а где и не важно. Мы обожаем эту песню без черного. Девочки скоро будут выступать, им надо что-то решить, что-то спит, потому что они еще ничего не решили. Это часто бывает, мы часто перед концертом меняем программу, даже бывает на сцене прям. Меняем, думаем, споем другую песню. Да, нормально, импровизация, по полной прогрессии. Опа, не на тебя. Внимание, улыбаемся. Опа. Номатинка. 1,45, так вот и шкала. Спасибо. А ну-ка, нормально. Да. Главный продюсер всех наших концертов. Просто очень хорошая человек. Он меня, конечно, лупа периодически. Но, видно, заслуживаю. Поэтому я все прощаю. Ну, как надо прощать, если такие продюсеры, вы же бачите, одна посмешка тебе качуговано. А если девчата прощать, я прям мовчу. Класс. Еще раз, два, три. Спасибо. Вы уже отыграли? Начинали? А мы же фитры. А потом и концерт. Ну, выйдем дальше. Мы уже не будем петь. Или будем? Не успели защать вас. Нет, там не будет. Я же с тобой шпали. Ха-ха-ха. Это я. Легенды, легенды. Легенды. Я вот стою, обнимаюсь с человеком. Мамочка моя любит очень сильно все песни. Ребятки. Ну, я, конечно, подрастал. Теперь я тебя обнимаюсь с этим человеком. Это же талантливее. Спасибо. Это есть цвет нашей украинской нации. Спасибо. Еще один легендарный гурт Краяны. Ну, никто там составит. Есть. Стоять. Мы задаем вопрос Наталье Валевской. Натальечка, как тебе Полтава? Добро здоровье. Ничего нормально, видите, вот выпила пляшечку води после четырех песен. Но очень жарко. Публика горячая. Досить душно в зале. И прямо как в сухую землю пошла пляшка води. Полтава прекрасное место. Цветут каштани. Публика, совершенно приветливая. После каждой песни плескала. Ну, я не знаю. Просто, не случайно, как. Вечера и пляшка публика. Я чув, я чув за кулісами, ох, куда ты пішел? Я чув за кулісами просто. И я хотів би, чтобы эту атмосферу відчули глядачей, которые смотрят на это. Ты можешь тебе вислить видосы, и ты под этим манюфиш. Супер. Мы так и сделаем, да. Воня мне вислили видосы, и мы все поднимемся. Сочком так чик. Но я скажу, что там зал стоял просто на ухах, и супер было, супер. А скажи, что ты с Новенького? Зал так и встречает каждого артиста. Вот Полтава, вы великі молодцы. Великі молодцы. То відсотки, не спорю. А ну скажи, что у тебя новенького? Новенького. Новенького то, что я вчера выступала в Чугую, например. Это твоя родная батьківщина, Харківская. В общем, батьківщина моя сумщина, а я живу в Харькове уже давно. Другая батьківщина. Детей я наробила уже в Харькове. Так, хорошо. Вот, вчера в Чугую. Сьогодні в Полтаві, в поддержку Нінишки Кирсова. Дай Бог ей здоровья, и, скорее всего, она поверталась до нас. Так. Вот, працюем над шестим альбомом. Ой, молодец, дитя. Над забольною піснею. В перших житті мене номінували на музичну премию. Запихайся треки творчої діяльності, Саша. Ну че? Ж артиста, да, музична премия. Я так прямо щиро раділа. А коли все буде транслювати, іде, іде його дивитися, щоб всі споглядали. Вже транслювали, був прямий ефір на каналі «Егодин». Ви що, все пропустили? Я пропустили. Ні, але там все є в Ютубі всіх. Ну, звісно. Так, всі в Ютубі. Наталія Валєвська, слідим, слідим. Твори на нове шоу до 15-річчя. Палало мега-шоу. З ним будемо їздити з цим концертним, ювілейним туром. Будемо радувати людей. Усі пісні, які за 15 років краще зібралися, будемо цю програму катати по всій Україні. Запалювати разом. Палала, палала. Я теж буду запалювати. Наталія Валєвська. Вау. Наталія Валєвська. Крапу прокладу. Іва бабу! Іва бабу! АПЛОДИСМЕНТЫ Я выполнала медаль, отображаю вы, счастья, добра, всего самого-самого, наикрашие работы песни для вас всех. А, сейчас мой любимчик, мой хороший друг, я не знаю, он просто человечище, талантище, он сам все расскажет. Петр черный, у него много новостей, но он скромный, он старается, но я пристаю под наглой мордой своей, я пристаю. Добрый день, дорогие телезрители, мне вообще приятно, что Сашенька обратил на меня внимание, ну не то, что обратил, мы душим уже давно, я безумно уважаю его талант, потому что то, что дано Богом, и чеканится как монета дублеска, это труд, поэтому помимо таланта у Саши есть еще труд. Поэтому мы все трудяки, я тоже, извините, не из подарочного магазина, поэтому на этой почве исходимся. А я что, ну так же самое, говорить там о том, что снял клип сейчас, действительно, отсняли, ну клип это тяжело назвать, но, наверное, это первая работа, которая, где я появлюсь абсолютно другой, даже по тембру, называется она песни Матрица. Примерно это будет, так, давай, вот в такой манере я там примерно пел. А сегодня будет это? Да, я сегодня ее спою, вот, а сейчас отсматриваю фотографии, вот такой я буду там. Ох, не сдавай, не сдавай. Нет, ребята, посмотрите все попозже, пойдем, вот выйдет работа нормальная, посмотрите, оцените, комментарии, лайки, все как положено. Вот, не забывайте, это, это просто жемчужина украинской... Нормально... Нет, 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 ребята, следите, следите, пожалуйста, Петр Черный, это высшая проба, это... Синьорита! Дети фристайла! Короче, вот они, вот они пацаны, что вы сегодня? Сегодня концерт в поддержку Нины Керсона, мы сегодня все собрались здесь, играем, для вас. А что новенького у вас? Ну я постоянно на канале У нас три премьеры Новая песня Подробнее Три премьеры песни Сегодня будет звучать песня? Сегодня как раз будет Две так точно премьеры А что и как называется Где смотреть, где слушать Смотреть на концерты В прямом эфире На самом деле В скором времени появится на ютубе Съемка с концерта Очень качественно Я думаю вы сможете как раз и увидеть И оценить новые песни Канал как называется скажите Дети фристайлы Я то знаю Дети фристайлы я подписан Найдете и подпишитесь И вы будете знать первые Все, что у нас происходит Ну я там регулярно Особенно пародия на Лепса Или на Киан Эльзи А это наш Денис Круто, очень круто Пародист Где же наш Денис Он не при параде Он не подготовился Я только рассказывал Как я фанатею от твоих пародий Вот это на Лепса Круто, круто Спасибо Я ставлю лайки Честно Я ставлю лайки в ютубе Дети фристайла Мы проверим Не, не проверите Там не А хотя бы надо следить У меня там морда моя кучерявая Это не на фб Это ютубе А, да На ютубе Да, там кудрявая морда моя Именно на ютубе Все есть на ютубе Я там даже коммент писал Все есть на нашем официальном сайте Все есть на ютубе Заходите и вы все найдете Пиарим нормальных артистов Сегодня просто сбор гениальных, талантливых артистов нашей украинской Хотел сказать Астрада Но астрада уже как-то не модно звучит Наши попсы Вот они, вот они Дети фристайла Это я все за вас сказал Короче, смотрите Смотрите их Я советую Ты что блогер Подписывайтесь Ставьте лайки С вами был Максим Пока Пока Пишу Ну конечно, конечно Нарешті Нарешті Як можно без цей чудовой парочкой Солодка парочка Гордость нашей Украины Боже, це Ну, я не знаю, кто Може сказать якось иначе Я вважаю, что это Самая найвищая гордость нашей Украины Пошаюсь Мені дуже приємно бути Рядом з вами И что вы Як вы себе можете відчувати в Полтаве Якщо вы скрізь, как свои Рідное место В первую очередь Ну, пару слів для полтавчан Ну, ты ж крутяк Ты найкучерявиш Тут я не спорю Я найкучерявиш Ніяка химия таке не зробить Это чистая физика Папа с мамой А если говорить про рідное место Полтава То я все-таки тут закінчула 9-10 класс Школа номер 4 у всех моих модноклассников Ну, главное, что мы тут Ми молимся Богу, чтобы Ніночка Ми тут заради тебе, Ніночка Почуй нас, рідненька Наші серця бьются в унісон Ми всі тебе чекаємо З нетерпінням на професійній сцене Тому всім низький уклін Всім полтавчанам Всім поціновувачам української пісні Щастя, здоров'я і натхнення Рідні України Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова